Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев принял решение увеличить доплаты молодым педагогам. Как инициативу оценивают самарцы? Балалайки, домры, аккордеоны и белый концертный рояль. В детскую музыкальную школу номер 18 поступили новые инструменты. Снова в школу. Как подготовиться к учебному году детям и их родителям? Советы экспертов. Глава региона Вячеслав Федорищев осмотрел благоустройство Кировского района Самары и пообщался с местными жителями. В Кировском районе работают предприятия разных отраслей промышленности. Представлены цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, производство подшипников, сборных железобетонных изделий и металлоконструкций, стройматериалов, мебельное, пищевое производство. При этом есть много вопросов от жителей по инфраструктуре и благоустройству, в том числе об обмелении озера в парке культуры и отдыха 50-летия октября. Глава региона поручил провести геологическое обследование объекта. После этого будет понятно, какие конкретные меры нужно предпринять. Самарский регион продолжает помогать жителям Курской области. В губернии приняли временных переселенцев. Сейчас на территории региона набираются сил юные спортсмены – хоккеисты и фигуристы. Для них проходят учебно-тренировочные сборы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал в Рио губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона встретился со спортсменами, узнал, как организованы не только занятия, но и досуг. Договорились, что в ближайшее время организуют прогулку по Волге. Всему Самара приняла 62 спортсмена школьного возраста и их тренеров. Вячеслав Федорищев обещал и дальше оказывать максимальное содействие жителям приграничных регионов. С заботой о преподавателях. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение увеличить доплаты молодым педагогам с 5 до 10 тысяч рублей. Мера коснется преподавателей в возрасте до 35 лет со стажем работы до 3 лет. Как к этой инициативе относятся жители Самары, узнали наши корреспонденты. Поддерживаю всячески. Надо мотивировать нашу молодежь для того, чтобы она передавала свой лучший энтузиазм, энергию. Я положительно отношусь к этому. Я считаю, что педагоги должны зарабатывать достаточно. Учителей у нас не хватает. Молодежь не хочет идти. Обязательно, что молодых медиков, учителей также. Они все как-то бюджетники одинаковые. Поэтому молодых надо привлекать. Давно бы пора поднять зарплаты. Работающие на данных должностях люди, которые вкладываются в наших детей, я только за. Если человек зарабатывает больше, выплаты больше, это хорошо для этого человека. Им этого очень не хватает. Также желательно внести какие-то коррективы в обществе на тему того, чтобы уважение к учителям тоже поднялось. Только положительно. Ну потому что люди, которые воспитывают детей, должны получать достойную заработную плату. И в эту профессию должны вновь прийти достойные люди. Зарплата должны расти, тем более учителей. Ну молодым как бы стимул какой-то для работы. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому День знаний отметят 2 сентября. По данным опросов, каждый третий родитель планирует взять для этого отгул или отпуск. Еще 19% хотят отпроситься на первую половину дня. А пока будущие школьники и их родители готовятся к новому учебному году, Ксения Баканова выяснила, как сделать этот процесс подготовки продуктивным и приятным. Ну вот, в школе мы с тобой все купили, остался только портфель. Портфели и букеты, улыбки во весь рот. Давай простимся с летом, настал учебный год. Совсем скоро для школьников наступит 1 сентября. Однако многие из них оказываются не готовы к учебе, как физическим, так и моральным. Как родителям помочь своим детям, мы узнали у экспертов. Кирилл Пестов уже третиклассник. Учится он хорошо, потому что все успевает. И сделать уроки, и мяч во дворе погонять. За это лето не только успел отдохнуть, но и повторить пройденный материал, чтобы быстрее исправить свою единственную четверку. Мне жаль, что лето уходит, но все-таки в школе есть и радостные события, а не только уроки. Допустим, футбол с друзьями, вообще общение с друзьями, бегать с друзьями на перегонки, снежки и многое другое. Настроиться на учебу ему помогает мама. Они вместе составили расписание на учебную неделю. В нем предусмотрено все – занятия в школе, секции, а также время на отдых. Прежде всего, подготовиться нужно родителям, ведь от их состояния зависит и состояние ребенка, и атмосфера в семье, особенно от женщины, от мамы. Не нужно настраивать негативное ребенка против школы. Вспомните себя в детстве, ведь это новые знакомства, новые впечатления, новые знания. Также важно с ребенком проговорить, кем он хочет стать в будущем, и определить для себя важные дисциплины, которые будут интересны для него, и он будет с удовольствием идти в школу. По словам врачей, в первую очередь следует обратить внимание на режим сна ученика. На него должно отводиться не менее 10 часов. Нередко за лето распорядок дня сбивается. Специалисты рекомендуют восстанавливать его постепенно, укладывать ребенка на полчаса раньше, чем в предыдущий день. Так организмы лучше адаптируются к новому графику. Также перед началом учебного года стоит посетить детскую поликлинику. В 6-летнем возрасте ребенок должен пройти специалистов таких, как педиатр, хирург, ларинголог, окулист, невролог, стоматолог, психиатр. У девочки должны пройти обязательно гинеколога, у мальчика также уролога. И хирург, и ортопед должны осмотреть деток 6-летнего возраста. Из анализов должны сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ сердца. В 7-летнем возрасте списочек немножко отличается, и детки должны пройти педиатра, хирурга, окулиста, ларинголога, общий анализ крови и общий анализ мочи тоже соответственно. Без здорового питания трудно хорошо учиться в школе. Рацион должен быть сбалансирован. Употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, крупы, свежие овощи и фрукты. Ребенок должен питаться 4-5 раз в день и не пропускать завтрак. Важно создать позитивный настрой перед учебой. Для этого можно привлечь ребенка к подготовке, вместе выбрать канцелярские принадлежности, а также проверить гардероб. Если школьник будет вовлечен в этот процесс, то будущее обучение вызовет у него интерес. Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Новый учебный год – это время не только для школьных уроков, но и для дополнительных занятий. Наши корреспонденты узнали у жителей Самары, должны ли дети ходить на кружки и секции. Обязательно. Потому что, во-первых, происходит развесие ребенка. Дома мы не можем дать того, что дают иногда специалисты. Поэтому, конечно, обязательно. Я считаю, что это очень нужное дело. Мы, конечно, должны, потому что должны развиваться и в дальнейшем, чтобы самостоятельно принять решение, что им нужно. Думаю, что для общего развития это необходимо. В зависимости от того, к чему склонен ребенок. Может быть, это спортивные секции. Если любит рисовать, значит рисование. Если любит танцевать, значит танцы. Развитие должно быть. Свободное время тоже должно быть. Сейчас, как детей загружают по полной программе, тоже неправильно. Обязательно. Помимо того, что они приобретают какие-то умения там, они приобретают искусство общения друг с другом. Это их развивает. Домры, балалайки, бас-балалайки, аккордеоны, но главное – белый концертный рояль. В Самарскую детскую музыкальную школу номер 18 поступили новые музыкальные инструменты, а также учебные пособия. Все это закуплено в рамках нацпроекта образования. Как звучат новые инструменты, оценила наша съемочная группа. Когда этих клавиш коснется рука. Домры, балалайки, бас-балалайки, аккордеоны, но главное – белый концертный рояль. В детскую музыкальную школу номер 18 Самары поступили новые музыкальные инструменты, а также учебные материалы, нотные сборники, учебники по сальфеджио и музыкальной литературе. Все это закуплено в рамках нацпроекта образования. Это действительно очень важное событие для нашей школы, для нашего коллектива, потому что это открывает для преподавателей, для учащихся такие безграничные возможности. Во-первых, увеличится количество творческих мероприятий у нас в школе. Это и для жителей нашего района, это и для постоянных гостей нашей школы, для родителей, для учащихся. Наши дети на всех концертах выступали на фортепиано, играли на фортепиано. А сейчас это рояль, это, конечно, более объемное звучание, это более благородный звук. Алиса Черноусова учится в четвертом классе музыкальной школы. Рассказывает, сразу полюбила новый рояль. Мне показалось, он особенный. Ну, так и есть. Он мне нравится, и мне кажется, он какой-то волшебный. Очень радостно. Я очень радовалась. И вот я знала, что мы с ним подружимся, с этим роялем. В этом году новые музыкальные инструменты и пособия получили две самарские школы. Музыкальная школа номер 18 промышленного района и 15-я школа искусств Красноглинского. Всего же в рамках нацпроекта образования с 2019 года 16 городских школ искусств получили новое оснащение. Это более 350 музыкальных инструментов, свыше 10 роялей, инструменты для народных оркестров, более 1200 единиц оборудования для теоретических дисциплин, мебель в классы, интерактивные доски для занятий по сальфеджио, более 5000 учебных пособий. Я не помню, чтобы в таком количестве музыкальные инструменты поступали к нам в школу. Конечно, это совершенно на новом, на качественном уровне позволит нам, нашим педагогам, нашим ребятам учиться, слышать хорошо, потому что это качество звука, качество звукоизвлечения, качество исполнения. Также по решению президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке духовых отделений школ Самарские учебные заведения получили более 115 единиц духовых инструментов. С 2019 года на поддержку школ искусств было направлено около 110 миллионов рублей. Виктория Шара и Николай Пифанов. События. В региональной столице продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, ремонт ведется на улице Самарской. Обновление дорожного покрытия осуществляется на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подробности в нашем сюжете. На улице Самарской стартовали работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Ремонт предусмотрен на двух участках – от улицы Некрасовской до улицы Затонной, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской, пропуская отрезок автодороги, где в настоящее время не осуществляется движение транспорта. Отметим, что участок от улицы Некрасовской до улицы Красноармейской уже обновили в 2021 году. Поэтому в этот раз работы там вести не будут. Покрытие автодороги находится на гарантии. В общей сложности в планах на этот год отремонтировать на Самарской более 33 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Подрядная организация уже завершила фрезерование всех участков, а также уложила асфальтобетонную смесь последнего поколения на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Это новое покрытие позволит дороге выдерживать высокие нагрузки, что важно для обеспечения безопасности и комфорта. Работы организованы методом больших карт. Поквартально устраивают верхний слой покрытия проезжей части по всей ее ширине. Такие трудоемкие технологические операции выполняются с позднего вечера до раннего утра, когда нет активного трафика. В частности, в ночь на 28 августа асфальтоукладочный комплекс стартовал от улицы Ярмарочной в направлении улицы Маяковского. Перед укладкой асфальтобетона выполняется очистка, основание механизировано также вручную, потом проливается бетонная эмульсия, соответственно, после укладывается асфальтобетонная смесь, чемая 16. Температура составляет от 165 градусов до 170. Машины не стоят, не паркованы, то есть люди как бы понимают, что ведется укладка. Помимо укладки нового покрытия, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет замена люков смотровых и дождеприемных колодцев. Их поднимает до проектных высотных отметок. У люков резиновые вставки для снижения шума от проезжающих автомобилей и затворные механизмы для минимизации краж крышек. Использование современных технологий и материалов – одно из требований при реализации дорожного нацпроекта. Выполнят на Самарской и ремонт тротуаров на площади порядка 330 квадратных метров. Это те локации, где покрытие наиболее разрушено. На таких участках установят и новые бордюры. «Будорожное хозяйство контролирует все работы на всех уровнях. Непосредственно, если мы говорим про укладку, это очистка основания контролируется, контролируется розлив битомных вяжущих, температурный режим асфальтобетонной смеси, потому что асфальтобетонные смеси катаются при определенных температурах. И эти температуры должны быть выдержаны. Вместе с тем отбираются смеси асфальтобетонные для их проверки. И также после уже укладки выполняется отбор керн, после которых проходят лабораторные испытания». Учитывая наличие социально значимых объектов, самарцы с нетерпением ждут завершения ремонта улицы Самарской. «Очень важно, опять же, состояние дорог держать в таком хорошем качестве, потому что езжу также на своем личном транспорте автомобиля и постоянно попадать в какие-то ямы, выбоины – это очень некомфортно. Сейчас эту улицу на самом деле давно уже пора было отремонтировать. То есть в целом это очень хорошо, что приводит в порядок все». Аналогично работам на других объектах дорожной инфраструктуры в период ремонта полностью проезжую часть не перекрывают. И у водителей личного и общественного транспорта есть возможность пользоваться свободными полосами, что минимизирует временные неудобства. Августина Охременко, Николай Епифанов, События. Далее коротко о других темах дня. Россиянам, заключившим контракт о прохождении службы в зоне СВО, будут выдавать бесплатные земельные участки в Крыму. При этом место регистрации не имеет значения. Однако получить землю можно только один раз и при условии заключения договора на территории Республики Крым. В России с 1 сентября будут штрафовать водителей за высадку из транспорта инвалидов. Речь идет о случаях, когда инвалид первой группы следует без сопровождающего лица, не оплатил проезд или не подтвердил право на бесплатный или льготный проезд. Штрафы за высадку детей инвалидов и инвалидов первой группы будут одинаковыми – 5000 рублей для водителей и 30 тысяч для должностных лиц. Мошенники начали обзванивать россиян под видом сотрудников Госархива. Аферисты заявляют, что хотят отправить невостребованные письма, но не могут этого сделать из-за того, что данные об отправителях утеряны. Дальше они предлагают получить письма в удобном отделении МФЦ или Почты России, выбрав предварительную дату записи. Затем на телефон приходит СМС с кодом, который мошенники просят им продиктовать. Как только жертва сообщает данные, злоумышленники могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая госуслуги и онлайн-банк. Траты на подготовку к школе в этом году ждут каждого второго россиянина. Дети или внуки школьного возраста есть почти у половины сограждан. Общую стоимость подготовки ребенка к школе россияне оценили в 53 тысячи рублей. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Больше всего придется потратить на школьный гардероб. В среднем около 25 тысяч рублей. Эта статья расходов подорожала, за год выросла на 4,5 тысяч рублей. Меньше, чем в прошлом году, потратят только на школьные портфели или сумку. В среднем на ее покупку планируют потратить 5 тысяч рублей. Это на 400 рублей меньше, чем тратили в прошлом году. 47% опрошенных россиян сообщили, что очень любят ходить в лес за грибами и ягодами. Людям нравится делать запасы, варить варенье для себя и родственников. При этом только 1% занимаются тихой охотой ради продажи. 8% отмечают, что гулять по лесу любят, но не очень хорошо разбираются в грибах и ягодах. Поэтому обычно ничего не собирают. 43% говорят, что в лес не ходят. Кто-то просто не любит заниматься собирательством, другие опасаются диких зверей, третьи жалуются, что в их краях лесов нет. В областной столице состоялась авторская экскурсия «Музыка жизни» Эльдара Рязанова. Ее приурочили ко Дню российского кино. Гостям рассказали о жизни известного кинорежиссера, его фильмах и стихах, которые он писал. На экскурсии побывала Елизавета Прокопенкова. Вячеслав Вербовой по образованию историк. Пришел работать в музей Эльдара Рязанова 5 лет назад. Изучал экспонаты, проводил научные работы и начал рассказывать посетителям музея о знаменитом режиссере. Рассказ посвящен другой стороне творчества кинематографиста – поэзии. Мы знаем знаменитого режиссера, как, ну, конечно, по его фильмам, а также по телепередачам, книгам. Но мало кто знает, что он еще был и поэтом. А ведь стихи – это совершенно особенное измерение, через которое мы узнаем, в основном, вот личность Эльдара Рязанова. И самое важное, какие чувства у людей это вызывает. Потому что на поэзию, конечно, люди реагируют совершенно иначе, чем на обычный, скажем так, экскурсионный текст. Экскурсию «Музыка жизни Эльдара Рязанова» проводят в музее не так часто. В этот раз ее приурочили ко дню российского кино. Посетители узнали о жизни режиссера и познакомились с его стихами. Так что же такое Рязанов Эльдар? Расскажем о нем по порядку. Рязанов не молод, но он и не стар. Не любит он делать зарядку. Умеет готовить салат и омлет. Гордится собой, как шофером. В кино он работает множество лет, и там он словет режиссером. А услышать стихи в исполнении самого Эльдара Рязанова можно через такой телефон. Экскурсия подходит как для тех, кто много раз бывал в музее, так и для новых посетителей. Экскурсия довольно-таки необычная, мне очень понравилась. Я с новой стороны узнала о режиссере Эльдар Александрович. Оказывается, писал не только сценарий, но и стихи. Это что-то необыкновенное. В музее Эльдара Рязанова экскурсии и другие мероприятия проводятся постоянно. Присоединиться к ним может любой желающий. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. В Самаре прошел финал областного этапа всероссийского турнира «Лето с футбольным мячом». Соревнования, которые и были созданы в нашем городе, состоялись уже в 16-й раз. Лучших определили среди команд мальчиков и девочек в двух возрастных категориях. Что получают победители и как с помощью этого турнира можно стать профессиональным игроком, расскажем в нашем сюжете. Команда девочек-футболисток из Красноярского района со второй попытки стала победителем областного этапа турнира «Лето с футбольным мячом». В прошлом году заняли третье место. Учли ошибки, сыгрались и теперь они триумфаторы. С первого класса их ведет тренер Герман Мишин. Для него главная мечта увидеть своих воспитанниц в составе женских крыльев советов. Крыльев советов – это все для нас. Это тот уровень, который мы хотим достичь и поиграть в суперлиге, попробовать свои силы. Но для этого надо пройти все этапы, начиная с «Лето с футбольным мячом» и постепенно от ступеньки к ступеньке подниматься, добиваться результата. А если моя воспитанница сыграет за сборную России, я буду счастлив вдвойне. А у мальчиков 9-11 лет лучшей стала команда из Тольятти. Они одержали несколько волевых побед, уступая по ходу матча, не расстраивались, а наоборот действовали смелее. Мы так готовились, пока что так тренивались. Все ждали, пока дойдем до Самары. Все хотели. После финальных игр Эдгар Мукаян, как и другие капитаны команд, которые вышли в финал областного этапа турнира «Лето с футбольным мячом», сыграли шоу-матч против ветеранов футбольного клуба «Крылья советов». За команду школьников также сыграли и дети участников специальной военной операции. Ветераны могут научить, как правильно бить, как не переживать во время матча. Многому чему они могут научить, как правильно финтить. На областном финале среди зрителей есть и скауты из Академии футбольных клубов. Самые яркие игроки получают возможность заявить о себе, чтобы стать профессиональным футболистом. Каждый год несколько ребят получают приглашение именно после подвигов на полях турнира «Лето с футбольным мячом». Это не все просто так. Для здоровья это очень даже хорошо. Но и мы стараемся извлекать из этих вот игр, из этих турниров пользу для Академии. Всего в финал в четырех категориях вышли 24 команды. По шесть среди мальчиков и девочек от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. На протяжении всего лета они сначала играли на районном уровне, затем поднимались все выше, получая право представлять свои районы в финале. Так же, как и сам турнир, который организовали в 2009 году. Тогда соревновалось лишь несколько команд одного района, а теперь он стал всероссийским. И только в Самарской области в нем ежегодно принимают участие больше 30 тысяч ребят. Радостно, что с каждым годом он все шире, больше. Большое количество форматов новых появляется. Помимо турнира основного, у нас же идут и игры в пришкольных лагерях, в спортивно-оздоровительных лагерях. Проходят творческие и спортивные конкурсы. И в них тоже приняли участие более пяти тысяч детей. Победители старшей группы отправятся в Ленинградскую область на всероссийский финал. А лучшие среди младших команд примут участие в двухнедельной смене в лагере под руководством тренеров лучших академий региона. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В сквере Аксаковых сказочная атмосфера. Распустились оленькие цветочки, а с территории сквера открывается прекрасный вид на музей Модерна и Самарский костел, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Сквер появился на карте Самары в 2020 году в рамках губернаторского проекта «Содействие». По всему пространству разместили арт-объекты, изображающие разлетевшиеся страницы книги «Аленький цветочек». Сюжет сказки иллюстрируется и дендрологическим сценарием. Отсюда и кустарники с алым цветением. Также здесь разместились фонтаны и уютные лавочки. В Доме культуры «Заря» прошло торжественное награждение семей по итогам конкурса «Семья года» в Советском внутригородском районе. Конкурс проводился по девяти номинациям. На сцену поднимались семьи, каждая из которых – настоящий пример для подражания символ семейных ценностей и прочных традиций. Телеграм-канал Советского района выражает благодарность всем участникам конкурса за активность, таланты, традиции и любовь. Телеграм-канал Самарского района публикует программу фестиваля набережных «Волга-фест». Летний опен-эйр пройдет с 30 августа по 1 сентября на Старой набережной «Красноармейский спуск». Музеи представят образовательные программы. На фестивале появится настоящий арт-квартал, который превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий прямо на пляже. В этом году все желающие смогут записаться на авторские экскурсии, послушать два аудиоспектакля, найти арт-объекты. Ключевым спецпроектом станет масштабный проект исследования сотворения «Прорана». Для самарцев выступит 17 музыкальных групп со всей России. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания.